Вард есть у команды Тонг-Фу, нету вардов практически у команды Мисс на Рошане, но они сами его контролируют, это в принципе не так важно. 0.45 на атаку, привез себе обратно Демон Эдж. А, ну место под Эджис освобождает, вообще да, у него совершенно нету места под айтем. Пошел еще пофармить, и просто пока стоят на Рошане Мисс, понимают, что их оппоненты будут также контролировать Рошана сами, при этом фармят Эншентов, Клинкс вообще бегает фармить леса, ну и чувствует себя достаточно уверенно. Да, все, зашел на Рошана, включил Стрейф. Да, 0.38, ну про сути дела так и есть, практически максимальный атак спид. Заходит Дарксир, но не видит, что там Клинкс, вот сейчас видит, что Клинкс на Рошане, вытягивает его путь, но Клинкс был под крипом, тут же юзает. ВКБ тут же пытается убить Шекерд, забирает Огромага, тем временем очень неплохо. И сейчас Тонг-Фу могут забрать Рошана, у Рошана остается совсем мало хп, забирают третьего Рошана с сыром. Сверху влетает Метеор, очень неприятный, но выживает сейчас. Команда Тонг-Фу, боже мой, неужели они вот так вот развернули? Если они выиграют, это будет что-то невероятное, но до этого, конечно, очень далеко им тяжело было сейчас давить, даже с Эджисом, даже с сыром. Слишком большой перефарм, у Лешака скоро БКБ. Огр пока самый такой пустой, но у Клинкса 3000. Уже совершенно понятно, что место под Эджис и под Сыр освобождать не надо, можно собирать то, что он хотел, и покупать ТП-шку. Боже мой, как хорошо сыграли Тонг-Фу. Как пуш вытянул. Клинкс был под крипом, поэтому казалось, что у него там остается мало ХП, но прошел эффект Деспакта, и тут же у него осталось очень много ХП. Сбегают на Рошан, видят, что здесь никого нет, подбирает какой-то свой айтем. Боже мой, нежели ПТ выкладывал? Да, кажется, ПТ выкладывал там вообще Клинкс, либо Демон Эдж. Нет, в моем ПТ в нижнем вот этом слоте было. Могли еще и разбить ПТ-шку, но не заметили этого команды. Ну, кфу. Ну, или забрать, выложить на базе там, чтобы лишние деньги потратил Клинкс именно на сапог. 3 500 тем временем. Тут же А-18 к силе, максимально раскачанная пассивка, и только дальше киллами его наращивать нужно будет прирост. Шейкер до сих пор без Даггера. Но Шейкеру нужно накопить на Даггеры, в принципе, все. Это тот минимум, который ему необходим. Без него тяжело. Огр тем временем не выходит в Аганим, у него есть Форс Тафф, у него есть Плащ и Аркан. Но Огры достаточно быстро убивают, ему там даже с Аганим, я думаю, особо ничего сделать не дадут. Поэтому, возможно, правильно. В чужом лесу сейчас команда МИС. Перефармливают сейчас китайцев. Ничего с этим китайцы сделать не могут, потому что и их лес оккупирован, и в чужой они пойти не могут. Так, и у кого-то, судя по всему, криты там собраны. Может быть, у Виндранер? Нет. У кого-то проскакивали. Точно не у Клинкса. 4 тысячи тем временем имеет он. И все, собрались МИС сейчас заходить. Попробуют зайти и сломать ТВРА. Конечно, шансы есть. У Веника есть Эджис. Он сейчас сможет заползти, ультануть, все там раскидать. В него войдет первый фокус. И потом он использует Эджис. Ну, как использует Эджис. Его убьют, и Эджис активируется. Сыр есть у Квинов Пэн. Тоже очень неплохо. Правда, там два Хекса, и можно с этим сыром не успеть ничего сделать. Да, это только первая игра. Уже идет она 54 минуты. Очень долго. Сейчас будут, может быть, расстреливать форжами, как это показывали в свое время те же там Нави. В Кин оф Пэн входит Хекс. Метеорит падает. Но выживает Кин оф Пэн. Входит в нее Мека от Веника. Остается достаточно еще много ХП. Тем временем Мид попытался просадить Клинкс. И у него почти это получилось. Кудж. Притягивает Инвокера. Ульт Шекера великолепный. Убивает Виндранер. Убивает сейчас Инвокера. Умирает Тогар. Три в ноль размен. Клинкс тем временем забрал все-таки вышку. Квин оф Пэн. Трипл килл. Попытался Клинкс тем временем сломать бараки с Мида. Но ничего не вышло. И мы видим, что не могут зайти на хайграунд. Сейчас преимущества по опыту все меньше и меньше. И преимущества по экспириенсу тоже. Опа. Золото тоже. Ну что ж, Тунг-Фу реальный шанс сейчас имеют. У Шекера дайгер вот наконец-то накопил. Видимо этого дайгера как раз таки не ждали. Убирает всех крипов. Фиссуры. Еще 900 монет. Шива у Дарксира. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Клинкс под ДД нашел сейчас Квин оф Пэн и убил ее. Судя по всему сыр вынуждена была потратить она. А вот Эджис у Веника остался до сих пор. Клинкс. Последняя тычка. Шекер живет. Пытается прогрызть сейчас Клинкса. Нет, слишком много ХП. Лишак активирует БКБ. Начинает прожигать. Волуф репликей ставится. Шекер запирает фиссуры. Достаточно неплохо. Клинкса убивает. Все-таки Дарксир. Великолепно. Клинкс платит за выкуп. Возвращается в игру. 3000 у него еще есть. Веника влетает. Двойной мультикаст. Шекл. Есть еще Хекс. Есть второй Хекс. Пудж вытягивает Веномансера. Очень хорошо. Инвокер тем временем пытается настигнуть. Да, но вот эти небольшие лаги, которые есть с анимацией, они в европейских играх будут по фикшену. То есть там не такой большой пинг. Попробую я после этой игры еще немножко покрутить. В принципе, стараюсь я все озвучивать, чтобы было более понятно. Дарксир, хороший вакуум. Шива. Шива входит в Лишакану. Хекс получает Шекер. Вынужден отступить. Тем временем на миде. Бараки сломал все-таки Клинкс. Что ты будешь делать? Дефендинг Бласт. Очень неплохо заходит. Квин оф Пейн. Блинк. Инвокер форстафает себя дальше. Плюс есть Даггер. И МП раскастовывает. Поднимает ветрами. Очень хорошо взрывается МП, но не выжигает ману. Сура от Шекера. Вогра. О, в Шекера входит очень много всего. Метеорит влетает сейчас. Практически по всем, но там Мека, там Пайп. А, Бон Флетчер тем временем сейчас будет делать мега-крипов. БКБ прожимает последний барак. Пытается еще убить Квин оф Пейн. Входит в инвиз. Нету там Гема, судя по всему. Но есть Центрики. Первые Центрики. Вторые вытягивают Клинкс и пытаются забрать любой ценой. Есть Гем у Веника, но Веник, судя по всему, не видит. Сурж, пошел. Остается 200 хп у Клинкса. Как хорошо он использует сейчас. Ультит. Квапай и забирает Клинкса. А Клинкс забирает ее. Вот такой вот размер тем временем. Последний нижний барак. Штурмует команды Мисс. Все, мега-крипы. ГГ. Поздравим команду Мисс. Я думаю, это не та ситуация, в которой можно вытащить против мега-крипов. Хотя я до сих пор ни разу вообще не видел такого. Да, ГГ пишут Тонг-фу и отключаются от игры. Только один же Веномансер остался, но сейчас его тоже убьют. Я думаю, он лидит. Изолятор, там есть уже Овендранер. Очень неприятный урон к ней. Не попадает с анстрайком. И Сэншэнк не хочет ливать до конца. Истинный Веномансер. Но трон тем временем уже снесен. Команда Мисс одерживает первую победу и сейчас счет становится 1-0 в их пользу. Да, достаточно низкие показатели ГПМ. Посмотрите, у обеих команд только у Клинкса 500. 200 у Лешака. 100 у Огра за выигравшую команду. 174. Это действительно очень низкий показатель. Ну и вторая игра тем временем уже началась. И где-то через 5 минут мы сможем к ней подключиться.